Добрый вечер! Вы смотрите новости седьмого канала. В студии Наталья Жабыка. Коротко, главные темы дня. Трагедии на воде. Купаться сейчас еще рано и очень опасно. Вода холодная. К тому же течение легко может унести вас далеко от берега. Сразу пять детей утонули всего за четыре дня в Красноярском крае. Что нужно сделать, чтобы прекратить такую страшную статистику? Готовимся к коллапсу. Получается в июле мы начнем кататься. В июле мы нужно расширение, расширение нашим каталом. Асфальт расширение. То есть к концу августа мы закатаем всю проезжую часть полюса. Масштабный ремонт дорог на правом берегу станет еще большим. Как власти постараются избежать пробок, когда работы будут вестись сразу на трех основных улицах. Герои среди нас. Это награда, знак внимания, знак ваших заслуг и пример для всех окружающих. Медали за спасение погибавших и другие награды получили жители края, которые совершили настоящие подвиги. Коварство и любовь. Девушки вашего сословия почитают за счастье поступить в услужение господам. Да что же вы это, моя милая, рассчитываете? Молодой повеса и девушка с железным характером. Как пьесу, написанную в 18 веке, переделали на новый лад в театре Пушкина. И начинаем выпуск со страшной статистики. Сразу пять детей в нашем крае утонули за минувшие четыре дня. Последний случай произошел сегодня в Новоселовском районе. Там утонул 17-летний парень. По информации МЧС, он пошел плавать без взрослых. А накануне в Енисейске подросток зашел на глубину и в какой-то момент скрылся под водой. Тело не найдено до сих пор. В Шушенском районе две школьницы отправились на водоем. Плавать они не умели. Планировали просто посидеть на берегу. Родители забеспокоились, что девочек давно нет, и отправились на место. Там они увидели одно тело на поверхности воды. Вторую девочку пришлось искать спасателям. А первой жертвой реки стала маленькая жительница Красноярска, которая пошла в воду за игрушкой и ее унесло течение. МЧС предупреждает взрослых, чтобы они не отпускали детей от них на водоемы. Купаться сейчас еще рано. И очень опасно. Вода холодная. К тому же течение легко может унести вас далеко от берега. На водоемах, где вы отдыхаете, медиков и спасателей нет. И на помощь к вам придут небыстро. Уважаемые граждане, я прошу вас, если вы заметили, что дети купаются сами по себе, без взрослых, позвоните по номеру телефона 112. Не будьте равнодушными. Женщину нашли пьяный у приятеля с полуторамесячным ребенком. Эта история случилась в Зеленогорске. Красноярка приехала в гости к родственникам. Они забили тревогу, когда мать с сыном пошла гулять и не вернулась. Ее нашли полицейские у знакомого. Женщина выпивала, по квартире были разбросаны бутылки. Мать вместе с ребенком доставили в полицию. А как вы в таком состоянии можете за ребенком смотреть? Вы сегодня сколько употребили? Нисколько. Нисколько? То есть вы трезвые. Женщина прояснила, что в течение двух суток употребляла алкоголь. В ходе медицинского свидетельствования был установлен факт алкогольного применения. Подтвержден протокол медицинского свидетельствования. Ребенок во время воспитания алкоголя находился с мамой. Она посещала своих друзей. В крови у женщины выявили один промилле. Это очень сильная степень опьянения. Ребенка из антисанитарных условий сначала увезли в больницу, после в спецучреждение. В дальнейшем его вообще могут изъять из семьи. Известно, что женщина уже не раз отбывала наказание в местах лишения свободы. У нее есть старший ребенок. Ее уже лишали родительских прав. Первого сына воспитывает бабушка. В лесах Красноярского края ввели режим ЧАЭС. Такое решение приняли из-за аномальной жары. В большинстве районов установили максимально высокие классы пожарной опасности. Четвертый и пятый. Это значит, что разводить открытый огонь нельзя. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. Всего на сегодняшний день в крае зафиксировали 10 лесных пожаров. Полыхают леса в Енисейском, Мотыгинском, Труханском районах, а также на юге региона. В окрестностях Минусинска лесные пожарные сняли, как от огня убегают зайчата. Обычно зверьки стараются спрятаться, однако сейчас этот вариант не работает, и они бегут подальше от леса. Правый берег стоит в пробках из-за дорожного ремонта. Тяжелее всего и сейчас выезжать из Пашиного. Там расширяют дорогу на улицу Семофорны. Ремонта на этом участке не было 10 лет, и правому берегу в этом году особое внимание. Однако работы на местах доставляют немало проблем. Виктор Бородин продолжит тему. На Семофорной только и слышно шум дорожной техники. Ее тут не видели 10 лет. И сейчас работы надо сделать много. Но и без того трудный выезд из Пашиного ремонт сковал еще сильнее. И согласно контракту техника отсюда не уйдет до октября. Однако дорожники уверяют, сделают все с опережением графика. Все на благо горожан, говорят в мэрии. Тут ведь не просто залатают ямы и обновят бордюры. Улицу расширят. Но сделать на всем участке 4 полосы не получится. Мешают ЖД пути и линии электропередач. От Гладкова до Матросова дорога будет трехполосной. Хорошо, но это не окончательное решение проблемы. Люди ждут развязку на Николаевский мост. Стройка должна была начаться в этом году, но сроки сдвинулись. Ставится 24-й год. 24-й год – начало работы. У нас сейчас на самом деле идут судебные процедуры. Но мы от этого никуда. То есть там выкуп частных территорий. Поэтому без судов никак мы с ними не можем жить. На правый берег в этом году акцент особый. Работы идут на Щерса, Мичурино, Сверловской. Везде проблем хватает. В одних местах люди в дождь не могут пройти к остановкам. В других – скачут через трамвайные пути. Потенциальные неудобства могут возникнуть и на улице 60 лет октября. Туда техника зашла накануне и работы тоже предстоит много. Будут выполнены также полностью комплексный ремонт, будут заменены полностью бортовые камни, будут приведены в нормативное состояние все остановочные пункты, будут дополнительные пешеходные переходы обустроены. Необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения, связанные с установкой дополнительных светофорных объектов, также будет полностью отремонтирована тротуарная и проезжая часть. Газонная часть, естественно, прибегающая территория, также будет долгоустроена. Всего в этом году в Красноярске отремонтируют 60 дорожных участков. И пока рабочие зашли только на половину объектов. А значит, трудности до конца лета возникнут и в других местах. Главное, чтобы дорожный ремонт, как и в прошлом году, не затянулся до времени, когда в городе уже будет лежать снег. Пока дорожники раз за разом говорят, на всех объектах ускоряются максимально. Виктор Бородин, Валерий Чащин, Седьмой канал. Вачинские двое мужчин до смерти забили школьного сторожа. Это произошло 20 лет назад, но установить предполагаемых виновных удалось только сейчас. Вот видео жесткого задержания одного из подозреваемых. На землю! В третьем году пожилой мужчина вышел в магазин за продуктами. По пути к нему пристали двое пьяных, неизвестных ему парней. На тот момент одному из убийц было 17 лет, второму 21 год. Они стали провоцировать мужчину на конфликт. Пенсионер начал убегать, те погнались за ним, догнали и избили. От полученных травм охранник скончался на месте. Его тело предполагаемые преступники занесли в школу. Они сбежали, когда заметили сотрудников ДПС. Спустя 20 лет их личности раскрыты. Один из них, 41-летний мужчина, уже сидит в Челябинске за изнасилование. Второй фигурант преступления задержан. Обоим предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас они находятся под стражей. Неконфликтного вахтовика, который, тем не менее, устроил дебош в поезде, задержали на Красноярской железной дороге. Мужчина ехал из корабла в Красноярск, а по пути заправился крепким спиртным. Затем начал ходить по вагонам и мешать другим пассажирам. На замечания людей он не реагировал. А на требование проводника вернуться на свое место гражданин начал нецензурно ругаться. Потом буйный пассажир дважды ударил по лицу работника поезда. До дома он в итоге не доехал. Его путь прервался на станции Иландская. Дебошира доставили в дежурную часть. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сам задержанный объяснил, что вообще-то он не конфликтный. Суд оставил Владимира Егорова под стражей, несмотря на то, что генеральный директор Сибиряка возместил весь ущерб. Он перечислил в бюджет региона 391 миллион рублей. На заседание это не приняли во внимание и отказались переводить застройщика под домашний арест. Он останется в СИЗО до 17 июля. Напомню, Владимира Егорова задержали 16 мая в аэропорту Красноярска. Он вернулся в город из Москвы. Его подозревают мошенничестве в особо крупных размерах. Якобы Егоров построил школу в Иландском и повысил, завысил ее цену на 391 миллион. В общем, за объект он получил из краевого бюджета 1 миллиард рублей. К другим темам. Прямо сейчас в Красноярске проходит важнейший матч для футбольного клуба «Инисей». Этот поединок может решить, попадут ли красно-синие в элиту российского футбола Премьер-лигу. Их соперник – воронежская команда «Факел». Сейчас на матче находится наш корреспондент Лилия Мишалкина. Она на прямой связи со студией. Лилия, скажи, какой счет сейчас? Наталья, сейчас пошла 39-я минута матча. Но, как вы видите, счет на дабло всего лишь 0-0. Почему-то ни соперники, ни красноярская команда не хотят рисковать. На самом деле, в начале матча огнеопасные, то есть «Факел» получили уже желтую карточку. Было несколько таких опасных голевых моментов. Но все они не превратились в результат на дабло. Конечно, «Инисей» сейчас вовсю стремится получить место в высшем дивизионе футбола. Но и «Факел» не старается во всю силу остаться и не выйдет из РПЛ. Напомню, что это лишь первая игра. Второй матч пойдет 10 июня в Воронеже. И это будет решающий матч. Потому что именно там определится победитель тот, кто забьет большее количество мячей. Если же все-таки на протяжении двух матчей будет равное количество голов, то будет дополнительный второй этак. Будет дополнительные два тайма по 15 минут. Если и они не решат, кто является лидером, то наступит так называемая серия пенальти. И напомним, на самом деле сейчас «Инисей» важно победить именно в этот день. Потому что это и домашние трибуны, это и огромное количество болельщиков, это и родные стены. Там уже на чужой земле будет гораздо сложнее. Что касается шансов, многие букмекеры говорят, что «Инисей» предвлекают ему поражение. Потому что в этом сезоне, к сожалению, «Красно-синий» играли неэффектно. У них очень много было игр, когда они заканчивались ничьими. В общем-то, они не прыгали выше головы. Что касается «Факела», то он закончил крайне успешно. Плюс ко всему, он обыгрывал и простых соперников, и таких лютых и крутых, как «Динамо» и «Ростов», причем сухую. Тем не менее, в защиту «Инисея» хочется сказать, что на домашнем поле они всегда лютые звери. И являются опасной угрозой. Как говорят спортивные журналисты, они всегда эффектно обороняются и довольно активно наступают. Поэтому хочется, конечно, верить в нашу команду и вспомнить, что последнее, можно так сказать, свидание «Факела» и «Инисея» было ровно год назад. Тогда победил «Инисея» со счетом 2-1. Но перед этим четыре раза и четыре матча побеждал «Факел». То есть это некая такая «Санта-Барбара», которая не заканчивается. Сейчас, конечно, напряжение вырастает. Люди переживают. Здесь очень много людей в футболках «Инисея», «Красносиние», кричат и скандируют. Я, мне кажется, немножко понимаю, каково сейчас «Факелу», которая чувствует это напряжение. Но ни статистика, ни крики сейчас, наверное, ни на что не влияют. Игра кажется непредсказуемой. Мы продолжаем за ней следить и расскажем обо всем уже завтра. У меня все, Наталья. Иль, спасибо. Все-таки будем надеяться на победу. Я напомню, на прямой связи с нашей студией была Лилия Мишалкина, которая сейчас находится на важнейшем матче футбольного «Инисея». Праздновать День города будем с ограничениями и перекрытиями. Красноярские власти рассказали о мерах безопасности во время гуляний. Для машин закроют сразу несколько участков в центре города. Это коснется проспекта Мира, улиц Карла Маркса, Конституции СССР и Каратаново. Где будут действовать ограничения, вы сейчас видите на графике. Перекрытия будут в период с 6 утра 9 июня до часу ночи 13 июня. Напомню, гулять в честь праздника будем 4 дня подряд. Для этого приготовили 17 площадок по всему городу, но основная локация – площадь Мира. Перед тем, как туда попасть, нужно будет пройти досмотр с таким багажом, как аэрозоли, колющие-режущие предметы, и их муляжи пройти не получится. Также полиции рекомендуют не брать с собой большие сумки. Они могут создать толпу перед досмотром. Кроме того, под запретом самокаты. Здесь индивидуально в каждом случае мы будем подходить. Понятно, если это маленький ребенок совсем на маленьком самокате, мы здесь будем подходить индивидуально. Конечно же, велотранспорт крупный, электросамокаты. Допускаться в периметрах безопасности не будет однозначно. А вот на набережных города с двухколесниками будут еще строже. Ролики, велосипеды, самокаты не пропустят. Ведь рядом с Анисеем развернутся площадки проекта «Яркие берега». Фестиваля хватит сразу четыре набережных. Центральную, Ерыгинскую, имени Хазрета Савмена и набережную за сквером энтузиастов. От нас есть рекомендация для родителей. Положите, пожалуйста, стикер с вашим номером телефона в карман ребенку. Это поможет быстрее вас найти. На проекте также будет дежурить дополнительная охрана. К ним всегда можно обратиться за помощью с любым вопросом. Конечно же, важный вопрос, который многих волнует, интересует, мы выставляем дополнительно в рамках проведения Дня города на площадках 60 туалетных кабин на всех набережных. И в том числе на площади мира. Праздничный салют в честь юбилея Красноярска запустят напротив гостиницы «Огни Енисея». Яркие залпы стартуют в 22.15 в день России 12 июня. В мэрии ранее заявляли, что салют будет только если найдется спонсор. И вот подарок красноярцам сделает меценат Хазрет Савмен. Фейерверк будет хорошо видно и на Ирыгинской, и на Центральной набережной. Салют завершит четырехдневное празднование. Отмечать юбилей краевого центра в Красноярске начнут в эту пятницу, 9 июня. Медали за спасение погибавших получили краевые спасатели, которые работали во время пожара в Уяре в прошлом году. Сергей Контратенко и Василий Соболевский приехали в Уяр из Зеленогорска. Они эвакуировали 47 человек, пятерых спасли из сгоревшего дома. Многим помогали спасти и имущество. Мужчины навсегда запомнили этот день. Когда мы туда заехали и сразу же перлись в этот огонь, небо видно не было, было только пламя, горячая шметка, запах. Было страшно, честно говоря, даже вытаскивая диван из одной из комнат, дом уже в принципе был охвачен огнем, они его поставили вертикально, его расклинили в дверном проеме. Ну и мы с коллегами не растерялись, как бы нашли во дворе подручный инструмент, разобравили этот курьерной проем, ну и благополучно все поделили. Среди тех, кого сегодня чествовали в Краевом правительстве, еще несколько спасателей, а также работники сфер образования, науки, медицины, строительства, транспорта и культуры. Всего 60 человек получили разные награды. Торжественную церемонию приурочили к предстоящему Дню России. Вы своим трудом на протяжении кто-то всей жизни, кто-то совершив настоящий подвиг, создаете будущее нашей страны. Это награда, знак внимания, знак ваших заслуг и пример для всех окружающих. Чувства, которые мешают расчету в Театре Пушкина, готовится премьера спектакля «Коварство и любовь». Первые показы пройдут уже на этих выходных. Помимо актеров на сцене будет две камеры и три проектора. Для чего они понадобились и о чем нам расскажут герои в сюжете Олевтины Сасовой. Отец и тот арбан. Все обмануты. Сын властного политика и дочь бедного музыканта. Что их связывает? То, чего между ними никогда не должно было возникнуть. А именно – любовь. Такая, которая портит все планы влиятельной семьи. Девушки вашего сословия почитают за счастье поступить в услужение господам. Да что же вы это, моя милая, рассчитываете? Луиза – 16-летняя, милая и хрупкая девушка, но железным стержнем и характером, для которой честь важнее всего, даже любви. Она не принимает подачек и не идет на поводу влиятельных людей. Если нужно спасти любимого ценой их разлуки, она готова пойти на это. У этой героини как будто бы есть мудрость и она немножко смотрит дальше, вперед. Как по-женски, наверное, все девушки так делают. Возлюбленный Луиза Фердинанд – романтичный и местами отчаянный персонаж. Действует даже вопреки властной семье. Но во время репетиции характер героя трансформировался. Он становился живее и реалистичнее. Когда читал первый раз, я в ужасе был, как же я это все буду говорить. Потому что сладко так, что просто слепается все. С режиссером мы обсуждали, чтобы сделать это более живо, более с нашей точки зрения, с нашего времени. Но эта история не только про любовь. В ее основе лежат совсем не светлые чувства, а противостояние, долга и чести, характера и воли общества и государства. Всему этому хорошему, тому, что нам предлагают как хорошее, на самом деле не всегда оно таково. Но вот и получается, что любовь, которая движет людьми, как мне кажется, она всему мешает здесь. Поэтому, конечно, она не может завершиться хэппи-эндом. Это мы все прекрасно понимаем. На сцене актеров будет сопровождать сразу несколько камер. Их эмоции и действия будут транслироваться на большом экране. Технически это сложный прием, из-за которого театралам приходится становиться еще и специалистами по кино. Счастье мое было скоротечно. Зачем же вы снова напоминаете меня о нем? Пьеса была написана во Франции 18 века, накануне революции. Однако режиссер перенес действия даже не в будущее, а куда-то между эпох, вне времени. Костюмы актеров сохранили шаром французского двора, а вот декорации сделаны на современный лад. Подготовка к премьере идет полным ходом. Актеры репетируют два раза в день, утром и вечером. На этой неделе они начали прогонять сцену уже в своих костюмах. Первый показ пройдет уже в эту субботу в 18.00 на большой сцене. Премьера обещает стать яркой точкой в уходящем театральном сезоне. Алифтина Сассова, Эдуард Баглай, 7 канал. В Красноярском храме украли кота. На шинном кладбище сделают ремонт, а красноярцам этим летом стало проще найти подработку. Об этом не только расскажем в рубрике «В двух словах» прямо сейчас. Шинное кладбище дополнительно благоустроят. Появятся новые туалетные кабины, мусорные баки, емкости под воду для нужд посетителей и на въезде установят откатные ворота. Также на кладбище появятся информационные таблички. На них будет номер сектора, схема его расположения, режим работы и правила поведения. Подрядчика на эти работы начнут искать в ближайшее время. Начальная цена контракта – 3 миллиона 800 тысяч рублей. В храме Рождества Христова просят вернуть украденного кота. По видеокамерам удалось установить, что барсика с территории унесла девушка. В соцсетях храма написали, что это любимец работников, прихожан и особенно детей, и попросили вернуть церковного кота. Если вы знаете что-то о его местонахождении, можете сообщить в официальном сообществе храма во ВКонтакте. В Красноярске стало больше вакансий с подработкой. В мае и июне их открыли почти 2000. По сравнению с прошлым годом количество выросло в 2,5 раза. Один из сайтов по поиску работы пишет, что среди вариантов – разовые задания, занятость на неполный день, по выходным или по вечерам. Самый большой выбор в сфере продаж административного персонала, в том числе и в качестве курьеров, а также в рекламе. Красноярские дзюдоисты привезли несколько медалей с международного турнира серии Гран-при Душанбе. Он прошел в столице Таджикистана. У представителей Красноярского края в сборной России две золотых и одна серебряная медали. Этот турнир олимпийский квалификационный. Спортсмены набрали баллы в борьбе за возможность поехать на главные спортивные игры четырехлетия в Париж. Как нас заставляют покупать в магазинах? Что такое золотая полка и зачем в супермаркетах меняют товар местами? О самых хитроумных уловках и приемах мерчендайзеров сегодня узнаете из программы «Популярная наука». Смотрите выпуск сразу после новостей. Предупрежден – значит вооружен. В Роевом ручье показали, как чувствует себя осиротевший детеныш овцы-быка. Алана уже подросла, поправилась на 6 килограммов и у нее в вольере появились новые игрушки. Это большой красный мяч, который она эффектно бодает и играет в футбол с зоологом. Специалисты говорят, что сейчас появились зыбкие надежды на то, что детеныш выживет. У Аланы нет материнского иммунитета, а потому любые вирусы для нее опасны. Напомню, самочку случайно нашли сотрудники алмаз-добывающей компании на мысе Челюскина. Кроха находилась рядом с мертвой матерью и ни на шаг не отходила от нее. Мама, вероятно, скончалась своей смертью. Найденыша назвали Аланой и спустя полторы недели отправили в Красноярский зоопарк. Где меняют бордюры, а где кладут новый асфальт, посмотрели сегодня депутаты городского совета. Они выехали с инспекции на объекты советского района, чтобы лично проконтролировать ход ремонта междворовых проездов. Сколько денег было выделено и сколько территорий отремонтируют в этом году, расскажем в следующем сюжете. На этот вид работ, поскольку стесненные условия движения транспорта, мы рассчитываем хотя бы, чтобы ушло порядка не менее трех дней. Представитель подрядчика рассказывает депутатам, что уже успели сделать возле 29-го дома на Молоково. И что еще предстоит? На ремонт таких дорог во дворах и между домами еще несколько лет назад средств практически не было. Но депутаты настаивали на комплексном подходе к обустройству таких территорий. Если ремонтируются дворы, то должны приводиться в порядок и подъезды к ним. На ремонт междворовых проездов только в советском районе города выделили почти 30 миллионов рублей. На эти деньги будут обустроены 25 разных территорий. В разгар ремонтных работ депутаты выезжают на объекты, следят за качеством, высказывают свои замечания. На улице Молоково дворовой проезд самый большой по площади среди тех, которые обустраивают в этом году. На его ремонт выделили больше 3 миллионов рублей. Здесь объем работы достаточно большой, очень много жителей, очень много машин. Выполняется ремонт и проезда по улице Устиновича 16. Площадь работ небольшая, однако дорога востребована среди автомобилистов для объезда пробок. Два года назад тут уже был ямочный ремонт, но долго он не продержался. Но сейчас я вижу, это делают просто капитально. И это здорово, потому что здесь вот этот проезд, он очень активный. Здесь рядом находится родильный дом, прокуратура. И практически все пользуются вот этим проездом. Поэтому я очень рада. Депутаты постоянно общаются с горожанами, которые жалуются на ямы и разбитый асфальт. Каждая из таких обращений на депутатском контроле. Вот и по Молоково было много вопросов после перекрытия дороги для строительства метро. Проезд давно был убитым в состоянии ненадлежащем. А после того, как в Молоково было перекрыто частично движение, большое количество транспорта начало объезжать пробку на Молоково. Через этот проезд и количество жалоб увеличилось. И вот после этого, после того, как мы обращались на сессии к главе города, депутатский запрос, я зачитывал по этим проездам. Администрация все-таки решила его отремонтировать. Конечно, это плюс. Всего в этом году планируется отремонтировать не менее 78 междворовых проездов. В некоторых районах города работы уже выполнены. Григорий Горячих, Данил Дубенко, 7 канал. Прогноз погоды представляет жилой комплекс «Аэросити» на Аэровокзальной. Квартиры для жизненного взлета. И теперь информация о погоде. В четверг, 8 июня в Красноярске переменная облачность, местами дождь, ветер западный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба, ночью 18 градусов тепла, а днем до плюс 36. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте фото, видео, текстовые сообщения на наши вайберы. Ватсап номер 8 391 2 900 333. А также в чат Телеграм-канала. Не забывайте о наших социальных сетях. С вами была Наталья Жабыка. Всем самого доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok